Здравствуйте! С вами Самулинка Наталья и снова вы на канале Европлант Лайф. Помню, у родителей была серия книг ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей». Не могу сказать, что я перечитала всю домашнюю библиотеку, но ЖЗЛ читала за поем. И поэтому сюжеты о великих ботаниках и селекционеров нам очень дороги. Вы не представляете, какое удовольствие мы получаем, готовя эти выпуски. Сегодня мы расскажем об удивительном человеке, имя которого знакомо всем садоводам. Это Карл Петер Тунберг. Его называют отцом южноафриканской ботаники, пионером западной медицины в Японии и японским линеем. В общей сложности более 600 видов растений, млекопитающих и насекомых гордо носят имя великого шведа, а востоковеды могут рассказывать о нем часами. Воистину, талантливый человек талантлив во всем. Карл Тунберг был шведским натуралистом, родившимся в середине 18 века и прожившим долгую наполненную событиями и приключениями жизнь. В 18 лет он поступил в университет, где преподавал еще один великий швед – Карл Линней. Возможно, если бы не Линней, то судьба Тунберга сложилась совсем по-другому. Под влиянием Линней после окончания университета Карл отправился в Париж, а затем в Голландию. Уже в Голландии он загорелся идеей посетить загадочную Японию и собрать образцы растений для патанических садов. Но прежде чем попасть в страну восходящего солнца, Тунбергу предстояло провести три года в Африке. На счету Тунберга три экспедиции. Внутрь материка и большое количество объектов, флоры и фауны отправлены к Швецию и Голландию. В период своего пребывания в Кэптауне Тунберг при содействии своего учителя Карла Линнея заочно получает степень доктора медицины. Это позволяет ему получить должность главного врача в голландской миссии в Японии и покинуть Африку. Япония в то время была закрыта для иностранцев, да и местному населению было запрещено покидать родину. Только с нюансами были сохранены торговые отношения, но и они не могли свободно передвигаться по стране. Их миссия располагалась на одном из насыпных островов, соединенным с городом маленьким мостиком. Все контакты были через переводчиков и местную администрацию города. Но разве такая мелочь могла остановить великого ученого? Нет. Тунберг начал налаживать связи. Он писал местным ученым и врачам, делясь нюансами европейской медицины и ботаники. А те, в свою очередь, присылали ему растения, монеты и открывали тайны восточной медицины. Достаточно быстро в городе распространился слух о диковинном европейце. И Тунбергу одному из немногих разрешили покидать остров и бывать в городе. Там его контакт с местными учеными и мужами еще больше укрепился. И ему стало легче пополнять коллекцию растений. Многие биографы представляют Тунберга в образе мессии, который, подобно Прометею, принес знания и просвещение темным и дремучим японцам. Поверьте, это не так. Сотрудничество было обоюдным. Японцы не были такими уж отсталами. Просто их страна всегда была в некой изоляции и цивилизация развивалась совсем по другим законам. А уж судоводство стало частью культуры еще задолго до европейцев. Возможно, поэтому некоторые растения, которые Тунберг определил как аборигены, впоследствии оказались родом из Китая, либо садовыми формами, а вовсе не представителями дикой флоры Японии. Но и недооценивать вклад Тунберга в сближение двух цивилизаций тоже нельзя. Пришло понимание, что непохожесть и варварство – это неразнозначное понятие. Чего только стоит его помощь в лечении голландской болезни, которую европейцы привезли на японские острова вместе с христианством и табаком. Голландская болезнь – это одно из названий сифилиса. И какой бы древней ни была восточная медицина, способов лечения этого заболевания местные врачи не знали. И Тунберг делился с ними своим европейским опытом. Японская Эдиссея продолжалась полтора года и по окончании вылилась не только в труды по японской флоре и фауне, интересные лишь ученым мужам, но и в сочинение в четырех томах для широкой публики. Там, кроме описания растений и животных, был описан быт и культура японцев. Интерес к труду был настолько велив, что его сразу перевели со шведского на английский, голландский, немецкий и русский, а некоторое время спустя и на японские языки. В интернете даже опубликована научная работа, где рассказывается история публикаций и дается оценка, насколько точно издательство той или иной стороны придерживались оригинала. Карл Петер Тунберг прожил долгую жизнь и оставил после себя более трехсот научных работ. Но главное, он приоткрыл дверь в загадочный мир Японии. А спустя 46 лет другому европейскому врачу предстояло эту дверь распахнуть настежь. Но это совсем другая история. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Если вам интересна эта рубрика, то мы обязательно ее продолжим. До скорых встреч!